Приветствую вас. Я думаю, что вы задали вопрос, в общем-то, в известной степени противоречивый с точки зрения морали, с точки зрения этики, поэтому мне кажется, что мнение экспертов разделится, кто-то будет склоняться к тому, что вы поступаете правильно, кто-то будет склоняться к тому, что вы поступаете неправильно, кто-то будет настаивать, наверное, на том, что, значит, связь с девушкой, как вы пишете, в пониженной социальной ответственности, это плохо, кто-то будет говорить, что это хорошо, на самом деле, все это оценочные суждения, и мне представляется абсолютно неуместным говорить об этом в таком ключе, вот. Про вас очень мало, что известно, вы о себе практически ничего не написали, вот, кроме некоторых деталей, поэтому я заострю свое внимание на аспектах, которые вызвали у меня интерес и желание об этом поговорить. Первый аспект. Значит, вы пишете, стоит ли поддаться своему желанию. А, какие сомнения? То есть, если у вас есть желание, да, то это значит, что с другой стороны есть нечто, что его блокирует. С другой стороны есть нечто, что ему противостоит, что против противостоит этому желанию. Какая сила мешает, к примеру, вам, допустим, поддаться своему желанию и делать то, что вам хочется. Здесь и сейчас. Вот. Это первое. Второе. Бороться с ним. То бишь, с желанием бороться, спрашиваете вы. Но, опять же, зачем бороться с желанием? То есть, знаете, какая история? Как часто вы боретесь со своими желаниями? Делаете ли вы это? То есть, боретесь ли вы со своими желаниями? Если да, то зачем? Что в вашем понимании борьба? То есть, как вы понимаете борьбу со своими желаниями? Как вы понимаете борьбу со своими желаниями? И что для вас она, эта самая борьба, значит? То есть, что она, эта самая борьба, представляет из себя для вас? Опять же. Это вот такой момент. Зачем? Спрашиваете вы. Действительно, а зачем подавлять свои желания? Здесь я с вами согласен на все сто. Действительно, а для чего подавлять свои желания? Гораздо лучше, на мой взгляд, будет, если вы раскроете его, может быть. Гораздо лучше будет, если вы раскроете свои желания. Может быть, более подробно раскроете его. Может быть, более полно раскроете свое желание. Я постараюсь его раскрыть. Это ваше желание. Но, таков путь, таков вариант, бороться с желаниями в любом случае не стоит. Другое дело, удовлетворяете ли вы свое желание, свое влечение, которое у вас есть сейчас? Вот так, как вы описываете. У меня есть на этот счет сомнения. Дальше. Месяц назад от «Нечего делать» просматривал на одном сайте анкеты женщин с пониженной социальной ответственностью. Для чего? Аноним. Не то, чтобы вам нужно было обязательно искать этот ответ, ответ на этот вопрос, не то, чтобы вам нужно было его как-то озвучивать, в том числе и мне, в том числе и нам, но просто сами для себя подумайте, зачем? Почему от «Нечего делать» вы, например, ну не знаю, не читали книгу, не занимались спортом? Почему выбор пал именно на это? То есть я не осуждаю. Я не хочу сказать, что это плохо. Но субъективная сторона выбора какая? Я никогда ранее не пользовался их услугами и в тот раз совершенно этого не планировал. А зачем тогда смотрели? То есть получается уже тогда какая-то недоступность, какая-то запретность в этом была. Вопрос только в том, в чём эта запретность? Ну я увидел там женщину, которая уже целый месяц не выходит у меня из головы. Понимаете? Аноним. Какая штука? То, что вы описываете сейчас? Ну, наверное, наверное, можно было бы назвать влюблённостью, наверное. Но я не думаю, что речь о влюблённости. Я думаю, что речь здесь идёт о так называемом импринтинге. То есть это такая история, когда образ, образ, значит, допустим, того или иного человека, в данном случае это образ вот этой женщины. Ну, запускает у вас некий механизм, скажем так. То есть покоряет вас. Покоряет вас. Вот внезапно, да, вас покоряют. То есть такое ощущение возникает, как будто бы то, что вы давно искали, или то, что вам, например, всегда хотелось, вы как-то вот внезапно для себя нашли. Только что это? Что вы нашли? Важный вопрос. То есть совершенно очевидно, что мы имеем дело с увлечением, с тягой. Мы имеем дело с тягой. Вас к ней тянут. Но что это за тяга? Это вопрос. Я периодически захожу на тот сайт, открываю анкету, смотрю на её фотографии. Они проверены на соответствие реальности администрации сайта. Немножко улыбнуло, потому что, почему вы решили, что администрация сайта это какие-то вот такие супер честные, порядочные люди. Я не говорю, что они нечестные, но почему вы так доверяете им, тоже большой вопрос. На этих фотографиях она предстоит строго одеть, и выглядит похоже на обычную женщину из жизни. Вот я даже не знаю, она не... Вы принижаете сейчас обычных женщин из жизни, или наоборот, возвышаете их? А как быть с девочками с пониженной социальной ответственностью? Вы их возвышаете или принижаете по сравнению с обычными женщинами? Как вы говорите? Согласитесь, это тоже такая довольно важная история. Дальше. Что значит обычные женщины? Обычных женщин нет. Как нет и обычных людей. Есть женщины, которые работают, а есть женщины, которые работают. Есть женщины, которые работают, есть те, которые не работают. Есть те, кто работают в какой-либо сфере, и есть те, кто не работают. Все. Есть женщины одинокие, есть женщины не одинокие и все. Понимаете, профессия, профессия, в том числе и та, о которой вы говорите, не делает женщин уникальными. Кроме того, что они предоставляют определенного рода услуги. Эти фото не похожи на фотографии других женщин с того сайта. Ее фотографии сложно назвать даже привольными. Ну, здесь, конечно, я рискую ошибаться, но мне кажется, что вам нравится эта строгость в женщинах, вам нравится эта недоступность, возможно, вам нравится, ну, когда женщины доминируют. Может быть, вам нравится, наоборот, завоевывать. Не знаю, к сожалению, сказать более точно невозможно. Но, определенно, определенно, то, что вас возбуждают, как бы, тот факт, что женщина, вроде как, с понятенной социальной ответственностью, но, с другой стороны, ее фотографии не выглядят привольными, вас это возбуждает. И вот здесь нужно бы поисследовать более подробно, что именно, что привлекает. Что привлекает. Далее вы, значит, как бы раскрываете частично это. Вы пишите мысль о том, что, возможно, вот так вот легко получить доступ к телу обычной женщины, выглядящей примерно так же, как выглядят женщины, которых можно встретить, к примеру, на улице или в магазине. Эта мысль вызывает волнение и заставляет сердце биться чаще. Что именно вызывает волнение? То, что, опять же, вот это вот противоречие, да, то есть то, что женщина, вроде как, представляет определенные услуги, но выглядит абсолютно не так. Или то, что вам хочется обычных женщин, не хочется видеть, думать, что они оказывают определенного рода услуги. То есть, как бы, смотрите, условно говоря, да, условно говоря, вы хотите девочку легкого поведения, но так, чтобы она девочкой легкого поведения не выглядела. Спасните это. Самообман. Вы простите, но это самообман. То есть, вот как вы пишете, что мне нужно побороть свои желания, к примеру. Вот так, видимо, это и работает. И работает у вас. То есть, я хочу девушку легкого поведения, но она не должна выглядеть так, как девушка легкого поведения. Это как бы меня отвращает. То есть, получается, что вы хотите чего-то, но хотите, чтобы это что-то, то, чего вы хотите, не выглядело так, как то, чего вы хотите. Не выглядело самим собой. Значит, вы свои желания, скорее всего, принять не способны, не можете. Значит, вы сами подвержены чувству стыда, к примеру. Значит, вы сами, вероятно, не принимаете себя таким, какой вы есть. Не принимаете своих желаний. Еще раз повторю, это не, как бы сказать, это не утверждение. Это, скорее, предположение. Дальше. Так. Я испытываю все поглощающиеся влечения к этой женщине. Скорее всего, не к ней, а к некоему образу, который вы создали на основе этой женщины. Я бы рекомендовал вам обратить внимание именно на образ этой женщины. Не на ее самого, а на образ. Что вам хочется. Чего вам хочется. Что именно привлекает вас. А что, если в реальной жизни она не будет вести себя так? Учитывая тот факт, что я во всех смыслах являюсь свободным человеком и в данный момент не связанным обязательством перед кем-либо, стоит ли мне поддаться исключению, чтобы разрешить эту ситуацию? Знаете, анонимно. Вот как обстоят дела. Если вы действительно спрашиваете у нас, не знаю, советы или разрешение, что вам делать в этой ситуации, то у меня плохие новости. Вы не уверены в себе и вам нужно повышать уверенность в себе и самооценку. Ну и помимо того, что я уже сказал, да, про принятие желания и самого себя. Если вы уверены в себе, то никогда не понятно, зачем вы задаете нам этот вопрос. Проверяете нас, проверяете себя, все уже решили и хотите подтвердить себе, правильно ли вы поступаете. Для чего этот вопрос? Тем более платный вопрос, то есть для вас это важно. Понимаете ли вы, что, по сути, свой, допустим, волнующий сексуальный опыт и удовольствие, вы сейчас ставите в зависимость от ответов специалистов. Это странно. Но если вы не ставите в зависимость от специалистов будущее, значит, своей интимной жизни, то мне непонятно, зачем тогда этот вопрос. То есть, что стоит за вашей фразой «Стоит ли мне податься искушению?» Это первое. То есть, такое впечатление создаётся, что вы действительно прикасаетесь к чему-то запретному. Потому что у вас это искушение вот поддаться, да. То есть, такое впечатление, что вы себя сдерживали. Такое впечатление, что в предыдущих отношениях вы себя как-то ограничивали всячески. Опять же, я могу в этом ошибаться, я могу ошибаться, я могу быть не прав. Но мне видится ситуация такой. И опять же, хочу вас спросить, а если это так, то почему это стало возможным? Вы говорите, что я не ограничен обязательством перед кем-либо. То есть, отношения, по-видимому, для вас, не что ни что иное, как ограничения и обязательства. Но ведь это ещё и счастье, это ещё и радость, это ещё и наслаждение. А этого вы, скорее всего, в отношениях не получали. И возникает вопрос, а как же тогда вы выстраивали отношения свои, что, ну, что вас не получалось чувствовать в отношениях, да, себя свободным, например. Вот. Как так вышло? Что отношения для вас это обязательства и не свободы. Может быть, в этом всё дело, что вы хотите отношения с этой самой обычной женщиной, но свободных отношений, чтобы иметь возможность делать с ней всё, что вам хочется. Ну, например, в постели, в то же и так далее. Но возникает вопрос, а что мешает вам то же самое делать, но только с другой девочкой? Обычной, как вы говорите, не платя деньги ей за время, проведённое с вами. Что мешает? А если бы вы себе могли позволить это, если бы вы не чувствовали себя в отношениях с обычными женщинами, в кавычках, обязанным, имела бы для вас, условно говоря, значение эта женщина? Отличалась бы она чем-нибудь от других? Подкастук. И мне почему-то кажется, что нет. В таком случае не отличалась бы. И в этом смысле, в этом смысле слова, я бы рекомендовал вам выстраивать отношения с обычными, в кавычках, женщинами по-новому. Просто по-новому, по-другому. Я бы рекомендовал вам не сдерживать, не зажимать в себе ваши желания и чувства. Я рекомендовал бы вам быть более открытым и открыто говорить о своих желаниях. Если всё, что я сказал ранее, правда, если же нет, и если вам просто хочется попробовать что-то новое, если в отношениях до этого вы были счастливы, вы чувствовали себя в них свободно, но они естественным образом закончились, такое бывает, и вы просто сейчас оказались на свободной, так сказать, траектории, то смело вступаете с этой женщиной в контакт, смело. Но меня настораживает ваше всепоглощающее к ней влечение, меня настораживает те вещи, о которых я уже сказал. То есть, если бы вы просто, например, сказали, вот так и так нашёл девочку на сайте, она мне понравилась, она классная, я её начал испытывать как бы влечение сексуальное, да? Всё. Всё. Но я не уверен, что в этом случае вы бы задали бы вопрос психологам. Я не уверен, что в этом случае вы заплатили бы деньги психологам. Понимаете? Значит, подсознательно вы понимаете, наверное, что проблема более глубока. и понимаете, что с ней нужно что-то делать. Самое страшное здесь то, что если вы действительно в чём-то в своих отношениях предыдущих были не удовлетворены, то от этой девушки вы попадёте в зависимость, вы будете её хотеть, вы в неё влюбитесь, а она будет относиться к вам никак. В какое-то время покупать её любовь вы сможете, а что будет дальше? Вот что самое страшное. Нет у меня уверенности в том, что встретившись с ней и проведя с ней время, вы забудете о ней. Не воспринимаете вы её как просто красивую женщину, с которой хочется переспать. Здесь есть что-то большее. Одно дело, если вам понравилось её тело, если вам понравился её взгляд, если она вас просто возбуждает и всё, но нет. Мне кажется, что здесь что-то большее. Вот такая история. Вот. А может быть и нет, потому что очень двоякий вопрос. Может быть вам просто вот понравилось, что она всё такая закрытая, и вам кажется, что она недоступная и хочется её завоевать, может быть хочется её раскрыть, хочется познать что-то неизверенное. Опять же, в этом случае я рекомендую скорее, да, действительно, действительно, поддаться искушению, как вы говорите. Но меня смущает сама постановка вопросов. Вы знаете, какая история. Вот вы говорите, да, я этого хочу. А чего конкретно вы хотите? Чего конкретно вы хотите? Вот бывает так, что идёшь, например, по улице там, я не знаю, или где-нибудь, да, и видишь девочку. Она ничем не выделяется. Она не сказать, что бы сексуальная, в том смысле, что её сексуальность, она не очевидна. Но она возбуждает. Бывает идёт девочка, и она просто яркая, и она тоже возбуждает. Вы видите тело, вы хотите это тело, всё. Больше ничего не интересует у нас. Вас не интересует её душа, вас не интересует духовное здоровье, ничего. Просто хочется её тела, просто хочется секса, всё. Это окей. Но вы говорите, что вы проводите сравнение с обычными женщинами. Ладно. То есть такое впечатление, ещё раз повторюсь, что вы с обычными женщинами себя ограничиваете. Вы не уверены в себя, вы боитесь вашей страхи. С этой девочкой, которую вы увидели на сайте, вы понимаете, что этих ограничений нет. И поэтому она вас, она вас включёт, потому что вам не хочется именно девочку лёгкого поведения, вам хочется обычную девочку, но без обязательств. Так это можно и устроить. Понимаете, вы просто будете относиться к ней, как к обычной девочке, а она не обычная. Она не обычная. Она не обычная. Она не такая же. У всех девочек лёгкого поведения есть свой образ. У кого-то там образ стервы, у кого-то образ там, не знаю, прислуги, у кого-то образ госпожи, у кого-то образ там какой-нибудь там школьницы, у кого-то образ студентки, у кого-то ещё. Вот у неё такой образ. И он вас зацепил. Но зацепил он вас не сексуально. Ещё раз повторю, будь это чисто сексуальное желание, вы бы вряд ли написали нам на сайт. Потому что вы не идиоты, если мне кажется, что вы не стали бы тратить деньги. Да, это не очень большие деньги, но вы бы не стали их тратить. Вот так. Поэтому не надо бороться со своим желанием. Ну и нужно действительно ему поддаться. Но нужно преследовать свои желания. Нужно преследовать свои ожидания. Нужно преследовать то, чего вы хотите. И нужно преследовать ваш имеющийся опыт, который у вас был до этого. Как бы сопоставить опыт и ваши желания. И посмотреть, может ли эта девочка в полной мере это всё реализовать. И вот правда в том, правда в том, что если ваше желание чисто локальное, что вы хотите переспать вот с такой девочкой, это всё окей. Но если есть подаврение или намёк, что ваше желание и потребность больше, то вам категорически нельзя с ней встречаться. Потому что сопоглощающее увлечение, которое у вас есть, это начало зависимости. Пока что вы обратной связи от неё ещё не получили. И это хорошо. И зависимости можно увидеть. Получить и будет сложнее. Такая вот двоякая история. И завершить свой ответ я бы хотел словами моего коллеги Скудряшёва Игоря Леонидовича, который вам написал примерно следующее. Вам, это пишет коллега, стоит как минимум научиться принимать личную ответственность за свои желания, а не перекладывать её на других, ибо это признак незрелой личности. Вот, понимаете как, коллега может быть высказался резко, да? Может быть коллега высказался резко, а может быть вам не понравится, но в корне он прав. В чём он прав? Ответственность. Я сейчас в своём ответе, я раскрыл два возможных сценария. Я раскрыл две реальности. Да? И от того, в какой вы реальности находитесь, зависит ваше будущее и дальнейшее развитие всей этой ситуации. Но мы не можем сказать в какой реальности вы находитесь, потому что мы с вами не общаемся. Это можете сделать только вы. И вот я прошу вас взять ответственность на себя за то, чтобы честно определить в какой реальности вы находитесь и честно себе ответить на этот вопрос. И вот ответив себе честно на вопрос, в какой реальности вы находитесь, в локальной чисто сексуального желания или в чём-то большем влечении, тяги к ней. Вот это нужно вам сделать. И это является ответом на вопрос, стоит ли вам с ней контактировать. Но, на вопрос, стоит ли поддаться своему желанию и бороться с ним, или бороться с ним, ответ однозначный, поддаться своему желанию стоит, бороться с ним не нужно. Но желания, желания, как в книге «Сталкер», не знаю, читали вы эту книгу или нет, могут быть совсем не тем самым, что вы о них думаете. Желание нужно исследовать, понимаете, какая штука. Вот и всё. И вот именно это имел мой коллега, имел мой коллега в виду, когда говорил про личное ответственность. То, что вы не исследовали своё желание, вы не знаете, из чего выходите, вы говорите только о влечении и всё. Этого мало. Этого мало. Этого мало. Ваше желание нужно поисследовать. Либо с психологом, либо вам самому. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Поехали. 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 Поехали.